Итак, смотрим внимательно, смотрим внимательно. Та, три, четыре, раз, два, и вот сам просто происходит. Не сложно же это? Будущее Ивана Нифон ТВ обживают новые апартаменты. После открытия слова «дефицит» отпало само собой. Никаких очередей или нехватки залов, просторные светлые помещения, то, что нужно, как говорят сами юные чемпионы. Он больше, чем тот, и тут есть больше с кем заниматься. Здесь он просторный, очень светлый, ковер хороший, ну, хороший зал вообще. Итак, мы готовы? Режем красную ленту! Задумка открыть современный центр принадлежит семье Нифон ТВ, он известный дзюдоист, она известная гимнастка. Вместе решили совместить в одном помещении те виды спорта, которым сами посвятили жизнь. И результатом оказались довольны. На самом деле, на детей смотреть, на их мне глаза, это очень интересно. Когда они эмоциями, впечатлениями делятся. И участвовать, когда в процессе тренировочном участвуешь, интересно смотреть и наблюдать. И надеюсь, что эти ребята покажут высокие спортивные достижения. Этот триумф как минимум в два раза больше, чем предыдущие. При полной загрузке одновременно это около сотни ребят. К их услугам инвентарь, душевые, раздевалки. Все же главное это сами залы. Тут все по-взрослому. Условия в этом зале на 100% совпадают с условиями во время турниров по дзюдо. Дело в том, что здесь постелились специальные вот такие маты. Отличаются они не по высоте, не по ширине. Они как обычные. Они отличаются своей жесткостью. Дело в том, что когда юный дзюдоист занимается на мягком мате, а потом во время турнира занимается на жестком, у него создается такой диссонанс в голове. В этом случае ребенок, уверяют эксперты, не сможет показать максимальный результат. Сам же Иван планирует иногда менять галстук и пиджак на привычное кимоно. Нифонтов в числе тренерского штаба. Помогать ему могут при желании сами родители воспитанников. Это нововведение называется семейная тренировка. Главная мечта создателя триумфа – открыть не отдельный зал в арендуемом помещении, а построить отдельный дом для единоборств. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.